Привет, мои дорогие любители секонд-хенда! Спасибо, что заглянули на мой канал! Меня зовут Оксана, и я очень люблю искать вклад в секонд-хендах. Иногда что-то интересненькое нахожу. И, конечно, показываю вам, мои дорогие друзья. Надеюсь, сегодняшнее видео вам тоже понравится, и вы получите массу удовольствия, и, возможно, что-то интересненькое для себя тоже увидите. И мы начинаем! И, мои дорогие, по традиции каждое свое видео я начинаю с показа либо обуви, либо сумок. Как всегда, показываю много интересных вещей. И сегодня покажу одну из таких веществ, которую мне посчастливилось найти. А купила я вот эту вот сумку. На первый взгляд сумка кажется обыкновенная, простеганная, такая тканевая сумка. Верхняя часть выполнена из эко-кожи. Это искусственная кожа, не натуральная. Ручки выполнены из, опять-таки, текстиля. Но это сумка для молодых мамочек. Я думаю, что вы все узнали. И причина, по которой я купила эту сумку, это то, что эта сумка оказалась новой, абсолютно новой. И сейчас я покажу внутреннюю часть. И, конечно же, покажу тот ценник, который на этой сумке присутствует. И в магазине стоила эта сумка 156 долларов. Это очень хорошо зарекомендовавший себя магазин аксессуаров, сумок. И почему купила эту сумку? Она мне показалась очень удобной для поездок, для каких-то путешествий. Сумка, которая очень хорошо сконструирована. Есть удобные кармашки. Здесь два кармана. По бокам карманы для бутылочек. И внутренняя часть этой сумки обыкновенная. И, конечно, привлекла меня и вот эта вот деталь, расстегивающаяся такой карман, который расстегивается на самом деле. И можно использовать для, видите, для пеленания ребенка, для того, чтобы можно было сесть. К тому же здесь есть вот такая подушечка, на которую также можно мягко присесть. В общем, классная сумка для поездки. Это как раз то, что нужно, даже если нет маленького грудного ребенка. На самом деле она очень функциональная. Я думаю, что использовать как в качестве косметику можно сюда сложить для поездок. К тому же мягко сидеть можно, присесть в эту сумочку. И, в общем-то, вот такая интересная сумка. Мне попалась, конечно же, не смогла я пройти мимо. К тому же она абсолютно новая, классная сумка. В общем, вполне себе носибельная и не по прямому, скажем, назначению, а в качестве сумки для путешествий. Классная новая сумка, очень приятная. И мне очень нравится именно вот эта форма простежки, простеганность. Очень такая интересная, видите, в форме цветочков. В общем, классная сумка. Качественная, легкая, универсальная сумочка. Что вы думаете по этому поводу? Стоит ли покупать вещи, которые предназначены очень как-то узко? Скажем, вот сумка для мамочек, для того, чтобы с ребенком куда-то отправиться. Либо, возможно, эксплуатация этих предметов не по прямому назначению, а по вашей мере и степени необходимости. Я считаю, главное, чтобы было удобно, комфортно, красиво. И, в общем-то, чтобы это, во всяком случае, выглядело дороже, чем вы заплатили за эту вещицу. На самом деле. Да, кстати, обошлась мне эта сумка около 4 долларов. 3 с чем-то. Ну, в общем, 4 доллара. Извините за ту стоимость полную, которую эта сумка стоит. Я думаю, что это вполне удачная покупка. Напишите свое впечатление, как вы относитесь вот к такой категории покупок. И, мои дорогие, давайте приступим к разбору одежды. Одежды сегодня я покажу вам много. Одежда предназначенная для отдыха. Что-то интересненькое, что-то для тепла. В общем, давайте приступим. И первое, что я приготовила к сегодняшнему показу, это вот такая футболка. На первый взгляд, ну, футболка и футболка. Кстати, я ее еще не стирала, не отглаживала. Просто купила и решила вам показать. Это футболка от Calvin Klein. Очень приятная расцветка, салатовая полосочка. Она оверсайз размера. И привлекла она меня именно своим вот таким необычным дизайном. Посмотрите, по спинке есть змейка, которая расстегивается полностью до того самого места. То есть, можно ее полностью расстегнуть. Причем змейка на основе такой хлопчатобумажной ткани. И такая зеленая акцентная змейка для того, чтобы к себе привлечь внимание. И эта футболка необычна тем, что носить ее можно как вот эта часть задняя, так и сделать из этой части накидку. И носить как обычная туника, летняя дрикотажная туника. Тоже классно она в этом смысле выглядит. Змейка расстегивается целиком и полностью. И можно, сейчас покажу, вот в таком виде, как просто накидка. Надевать получается задом наперед. Как вы относитесь вот к такой, скажем, к такому изменению формы ношения одежды. Здесь есть тоже логотип. Сейчас покажу. Кельвин Клайн. В общем, такая интересная, нестандартная, я бы сказала, вещица. Я очень люблю необычные вещи. Вещи, которые можно трансформировать в зависимости от вашего настроения, от тех условий, в которые вы попадаете, всего лишь имея в своем чемодане, во время поездки, или просто на отдыхе. Какую-то одну вещь, можно ее носить разными вариантами. И такое будет впечатление, что у вас несколько вещей. Следующая вещь, которую хочу вам показать, это спортивная вот такая футболка с длинным рукавом от Danskins. Сейчас покажу. Danskins. Компания, известная в Америке, по производству спортивной одежды, выпускает различные футболки, лосины, обувь для занятий, для комфортного занятия спорта. Есть для пальчика. Я люблю, вот когда утеплена именно сама ладошка, и пальчики только выглядывают. Для занятий спортом это самая комфортная одежда, которая проверена. К тому же, яркие расцветки у этой компании, большая линейка размерного ряда. В общем, классная вещица. Отличное качество, хорошо обработаны все швы. Состав ткани дышащий, к тому же имеет очень хороший эффект эластичности, что также дает дополнительный комфорт. И вот такой логотип, вот так выполнен нижний край этой футболочки. Все очень аккуратно, очень красиво. В общем, всегда покупаю я одежду от этой компании. Как правило, она хорошо себя ведет при стирке, носке, она не требует разглаживания. В общем, классная одежда. Кто еще не обращал внимания на марку этого магазина, обратите внимание, и я тоже рекомендую покупать одежду вот в таком спортивном стиле. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, относится к более классической линейке одежды. И это рубашка. Рубашка, блуза. Вот такая классического оттенка. Такой легкий оттенок кофе с молоком. Без всяких прикрас, без всяких выкрутасов. Классика. Рука в три четверти. По спинке имеются вот такие зажимы, складочки. И это лизарина. Кто, возможно, знаком с этой компанией, я не такой любитель этой марки одежды, но именно вот эта блуза-рубашка привлекла меня своим комфортным материалом. Ткань просто великолепнейшая. Я сразу узнала в момент, когда щупаешь, трогаешь ткань, что это район, но район не стопроцентный, потому что есть эффект, видите, натяжение ткани. И действительно, это район в сочетании со спандексом. Это отличное сочетание для того, чтобы одежда была комфортная, чтобы она не тянула, она не жесткой формы. И, естественно, в одежде, в составе, в которой, вернее, есть спандекс, она всегда будет комфортна. К тому же, вот она такая мягенькая, классика. Обыграть можно абсолютно разными аксессуарами. Эту блузку, на мой взгляд, можно и в пир, и в мир дополнить какими-то аксессуарами в стиле боха, хорошо для отдыха. Можно что-то более такое приличное как-то дополнить к этой блузке, либо какой-то шарф, палантин, платок, и будет уже совершенно другой. Ну, в общем, главный акцент на вот такой классический, приятный очень цвет. Особенно этот цвет, вот припыленный кофе с молоком, припыленная роза, хорошо и эффектно выглядят на брюнетках, шатенках. Ну, так вот. Вроде бледненько, но на самом деле этот цвет, ну, в моем варианте он меня освежает. Мне очень нравятся вот такие оттенки. И следующую вещицу, которую хочу вам показать, это джемпер. Джемперов тоже в моем гардеробе очень много, и я их надеваю очень редко на самом деле, но не смогла пройти мимо вот такой классики. Скажу честно, когда я показала вот этот джемпер своей дочери, она сказала, ну, это вообще прям пенсия на горизонте. Ну, мне показался он таким веселеньким, красный оттенок, классика абсолютная, крупная вязка, V-образный вырез, что дает эффект удлинения шеи и открывает легкое такое декольте. Также это предполагает и ношение каких-то аксессуаров, можно колье, бусы, цепь, что-то такое. Как-то можно вот эту часть открытую чем-то заполнить интересным. И к тому же вот такой красный оттенок, а этот джемпер удлиненный, есть вот такие разрезы, ну, абсолютная классика. То, что этот красный цвет мне идет, меня освежает, я, честно говоря, купилась только вот на этот цвет. К тому же она такая длинненькая вещица, свободненькая, тоже оверсайз, и боковая часть, вот видите, вроде как изменение формы вязки. Ну, в общем-то, обычная, классная такая красная вещица. Да, и компания Анна. Я с этой компанией тоже не знакома, впервые купила, но на самом деле я не такой брендоман, не любитель брендов, я не хватаю лишь вещи ради бренда, а покупаю то, что мне нравится. И покупаю, конечно, для себя, то, что надеваю, то, что я предполагаю использовать в различных аутфитах, конечно, для дома, для отдыха. То, что мне в итоге не, скажем, совсем применимо в каких-то домашних своих аутфитах, естественно, я отдаю либо на благотворительность, либо отдаю родственникам то, что мне не подходит. Следующая вещь, которую хочу вам показать, это рубашка. Конечно, те, кто подсел на мои видео и часто смотрит мои ролики про одежду, вы, я уверена, видели видео, где я показывала свою коллекцию рубашек. В этой коллекции рубашки как винтажные, так современные, так и рубашки необычные. В общем-то, к этой коллекции также присоединяется и вот эта рубашка, фланелевая, купила лишь по причине того, что она двухсторонняя, на первый взгляд. Это прям вот рубашка-рубашка, но на самом деле это полужакет, теплый, с внутренней стороны вот такой нежнейший белый флис, внешняя сторона фланель и рукав, часть рукава тоже выполнена с подкладом. Здесь, я думаю, что какой-то полиэстер, но во всяком случае эффект от этой рубашки тепла, комфорта тоже я уже испытала на себе и на самом деле мне она тоже очень понравилась. Она свободная, она длинная. Единственный момент, что когда садишься в машину, вот так подворачивается, получается, что флисовая часть, она уже немного в растянутом виде, но это, думаю, вообще не проблема. И эта рубашка от Readers. Я не знаю, кто, возможно, тоже знаком из вас с этой компанией. Напишите в комментариях. Я, честно говоря, даже не заходила в интернет и не искала эту компанию. Мне просто понравилась эта рубашка. Она мягкая, теплая, комфортная, освежающий цвет. Хорошо просто надевать на даже голое тело и тепло идет, как будто это действительно такая мягкая, комфортная, флисовая маечка внутри, а сверху вот такая классная фланелевая рубашка, тоже комфортная, классная тоже эту вещицу. Очень люблю и не пожалела, что купила. Мои дорогие, напишите, пожалуйста, свое впечатление по сегодняшним покупкам, что вам понравилось, что нет. Кто еще не заходил на мои другие каналы, тоже вас с огромным удовольствием. Я там встречу, отвечаю на все абсолютно там комментарии. Канал мой Ксана Оксана про уход за кожей лица в домашних условиях и канал о покупках винтажной бижутерии антикварных украшений. Винтажная бижутерия Оксана Гудвин с огромным удовольствием. Я буду рада вас видеть и на тех моих каналах. Я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. Всем всего хорошего! А с вами была Оксана. Всех целую, обнимаю. До новых встречи. Пока-пока!